Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Хотя, вы знаете, я хотела бы поговорить не особо о приятном. Прочитала у себя в комментариях, уже не первый комментарий, первый прочитала, когда их несколько было, про Оксану, то, что у неё произошло страшное. Я зашла на канал в тот момент. Я увидела видеоролик только 8 месяцев тому назад. И получается, что комментарии были закрыты, а ведь я подписана на её канал. И одно время я её очень долго смотрела, каждый день ждала видеоролики. И помню, была такая шумиха у неё на канале, что кто-то из хейтеров, по-моему, пожаловался то ли в школу, то ли в детский сад. Я уже не припомню. И я тогда в поддержку Оксаны записывала видеоролик. И помню, мы с ней даже на эту тему и общались, конечно же, совсем мало. И помню, что это было ВКонтакте. Приятная она, общительная женщина. И, знаете, я даже и не поняла, почему она у меня пропала. И я как-то всё это склоняла к тому, что я практически не смотрю, на кого подписана. То есть на своих блогеров, которые мне по душе, да. Ну, которых я смотрела, которые мне были интересны. Это, конечно, немногие. И потом я просто, знаете, очень многих перестала смотреть. Не то, чтобы перестала смотреть, потому что мне надоели или они мне были неинтересны. А просто из-за нехватки времени. Потому что много обзоров. И посмотреть надо внимательно, посмотреть, записать обзор. Плюс два канала, а не один. Естественно, семья, работа. И тут она пропала из вида. И, знаете, я так и поняла, что её просто не было, раз я не видела её видеоролики. И я даже не знала, что произошло. Естественно, на телеграм-канал я Оксаны не подписана. И тут у неё вышел видеоролик. В комментариях я увидела, что написали мне буквально сегодня, что случилось страшное. Вы знаете, просто я не знаю, как я посмотрела этот видеоролик. Но хочу сказать, что она настолько сильная. Оксанка, ты такая сильная. Ты молодец. Ты берёшь в себе, наверное, какие-то силы, которые Богом тебе даны. И улыбаешься, радуешься жизни. Ведь хуже нет, чем хоронить детей. Это, конечно же, очень страшно. Знаете, не хочется разводить сопли. Понимаю, что где-то, возможно, она посмотрит видеоролик, да. И, конечно же, на душе у неё будет очень больно. Я знаю, что такое смерть. Я знаю, что такое терять близких. Ну, ж хуже некуда, когда теряешь детей. Это очень страшно. Это очень больно. И вроде бы вот кажется, ты полон сил, энергии. И вроде бы ты головой понимаешь, но всё равно сердце плачет. Вроде бы и улыбка есть на лице. Вроде бы ты и маску одеваешь на лицо радостную, весёлую, но в душе боль невыносимая. Вот уже сколько времени, как я потеряла родителей, да, потеряла брата. И я не могу, я не могу всё равно быть спокойной. Я при воспоминании всё равно плачу. Я всё равно даже рыдаю иногда по ночам в подушку. Это не проходит. Оно, знаете, как-то притупляется, но оно не проходит. А здесь ребёнок замечательный, Федька. Такие классные мальчишки. Я помню, что даже после моей поддержки обзора было, конечно же, много хейта. Но, знаете, наверное, у всех блогеров есть своего рода хейтеры. Но у неё не было их столько. Я помню, как-то у меня ещё и просили Оля, пиши дальше обзоры. И помню, даже как-то мне писали, ну, давно, правда, уже давно, да, это было, что вот они, хотела бы ты записать обзор якобы на Оксану. Ну, и, конечно же, не очень хорошо высказывались о ней. На что я ответила, что нет, нет, нет и ещё раз нет. У меня, в конце концов, есть те блогеры, которых я смотрела, которые мне были приятны. И писать обзоры на человека, которого я смотрю и который мне нравится. Есть же всё-таки какие-то, да, границы. У кого-то показуха на канале, кто-то показывает просто свою жизнь, свою семью. Не всегда, знаете, всем может нравиться то, что показывают блогеры. Правда же? И я напрочь отказалась. Это был единственный мой обзор с поддержкой для Оксаны. И я не стала больше даже и близко писать какие-то обзоры. Но когда узнала, что случилось, у меня прям, я не знаю, у меня просто разрыдалось сердце, естественно, и глаза. Это очень больно, это очень страшно. Но Оксана вернулась. И вот она продолжать будет вести канал. И, естественно, как она сказала, тема немножко будет другая. Потому что без Феди пустота, и это понятно. Пустота в душе, пустота в доме. Но есть Арсений, есть муж. И я знаю, что муж её поддерживает в этом. Бывают такие сложные ситуации, когда в семье заболевает ребёнок. Таких ситуаций очень много бывает в семьях. И мужья стараются уйти от этой ситуации, от этой проблемы. Уходят из семьи. Я знаю очень много такого ужаса. И для меня это дико, для меня это непонятно. Вообще я знаю, что такое боль. Я знаю, что такое детская боль. Поэтому мне безумно сейчас как-то прям вот даже не по себе. Я понимаю, что Оксане сейчас поддержка других людей, ну, может быть, и не так важна. Но ей важно сейчас общение. Поэтому она и вышла на связь. И, возможно, будут стримы. Ну, и постепенно она будет что-то рассказывать, то, что хочет сама. И, вы знаете, это правильно. Она не обязана в подробностях ничего рассказывать. То, что может её сердце. То, что она может, чтобы не ранить свою душу, она будет рассказывать. И я считаю, что это правильно. Я считаю, что ей очень больно что-то рассказывать и что-то открывать людям. А некоторые вполне могут это не оценить. Я просто вспоминаю ситуацию, когда я рассказывала о своей дочери, сколько лилось говна, и до сих пор оно льётся. Но не дай бог никому никогда испытать, что такое боли и страданий. Держись, моя дорогая Оксаночка, держись. Держись ты сильная. Я, глянув на тебя, и понимаю, что ты испытала боль, страдания ребёнка. И при этом ты держишься, ты улыбаешься. Я понимаю, что у тебя очень много сил. И ты должна держаться ради Сеньки, ради мужа. Прекрасная дача, природа. Старайся больше быть в общении, чтобы не зацикливаться самой и не проваливаться в себя, в мысли. Нужно общаться, нужно разговаривать. Да, выходи в стримы, общайся с людьми, общайся с подписчиками. Я не знаю, когда будет легче. Мне не стало до сих пор легче. Хотя это всё же есть разница, что родители, что дети. Не дай бог никому, не дай бог никому испытать потерю. Хотя понятно, что потеря, она неизбежна. Она неизбежна, и разные есть ситуации. И если взять, да, с пожилыми людьми, то, конечно же, жизнь, она не вечна. И потери всё равно будут. Но очень страшно терять людей. Держись, Оксаночка, держись. Держись, я тебя очень прошу. Хотя я вижу, что ты сильная. Мои дорогие, я не буду многословно. Просто мне захотелось выпустить такой видеоролик в поддержку Оксаны. Держись, оксаночка. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...